Государь-император подарил эту усадьбу своей возлюбленной фаворитке, княжней Анне Петровне Лопотиной. На строительстве усадьбы трудились порядка двух тысяч крепостных. Работы продолжались два года. Тогда ее площадь была 240 гектаров. После революции она сократилась в четыре раза. В числе ее владельцев были Василий Якунчиков и граф Сергей Шереметьев. Здесь бывал Гаврила Романович Державин, сюда приезжал историк Карамзин, здесь бывал замечательный русский поэт Анаси Фаначфет, музыкант Ичайковский, братья Рубинштейн, здесь бывал Чехов, Левитан. Вы знаете, все люди, которые сюда приезжали, всегда говорили, боже мой, как хочется вернуться в усадьбу Веденской. Место силы, красоты, гармонии. Усадьба князя Балконского в Веденском. Эпизоды киноэпопеи «Война и мир» Сергей Бондарчук снимал здесь же. И неудивительно, таких императорских усадеб в Подмосковье – единицы. Но, несмотря на уникальность, после революции ее передали санаторию Звенигород. Сейчас образец архитектуры конца 18 века нуждается в реставрации. Сюда нужно пригласить людей, которые работают действительно в стилистике 18-19 века. Это очень важно, чтобы люди разбирались, понимали. И, конечно, мы очень этого ждем. Реконструкции быть. Уже есть и планы работ, и деньги. Теперь осталось определиться со сроками работ и, что еще важнее, со специалистами, которые будут их проводить. Евгения Августина, телекомпания Одинцова.